Итак, всем привет, дорогие друзья! С вами канал Неизвестный Фэншуй и я Дина Орехова. Сегодня мы продолжим тему лишнего веса и ожирения, так как тема достаточно актуальная. И мы в прошлый раз с вами говорили о статистике в мире, как сегодня обстоят дела вообще с вопросом, связанным с лишним весом. И рассмотрели статистику диет, сколько у нас всевозможных диет в мире, столько, что даже названия их, наверное, мало кто знает. Сегодня мы продолжим тему, и тема у нас называется «Причины лишнего веса». Естественно, кто-то скажет, что есть определенные банальные причины. Там, ешьте меньше, да, кто-то много ест, кто-то не занимается спортом, там еще чего-то. Да, есть определенные банальные причины, те, которых знают многие. То есть, конечно же, основной фактор – это еда. Многие об этом знают, но кто это вообще применяет? Сегодня у нас все любят поесть очень вкусненько, все поесть любят очень сладенько. И, естественно, оно же не происходит насчет раз, раз, съел я пироженку, и быстренько тут во мне килограммы набрались. Они приходят незаметно. Я по себе помню, когда у меня после зимней одежды не застегивалось летнее, тогда я начинала уже задуматься, боже мой, что же это я как медведь все из спячки не выйду, уже лето на суда, а у меня все еще вот эти лишние килограммы сидят. И все плохое, оно набирается, набирается незаметно, а потом бах, и встает заметным для нашего взора. И так, конечно же, еда – один из важных факторов, один из важной причины лишнего веса. Естественно, какая еда? Это всевозможные вот эти фастфуды, это всевозможные сосиски, пельмени, где вот содержится вот этот вот непонятный жир, так называемый холестерин, который откладывается в нас и очень надолго-надолго задерживается. Плюс там очень много соли, да, которая именно задерживает лишнюю жидкость, которая тоже способствует тому, что мы увеличиваемся в килограммах и в размерах. Тем более на еду надо обратить внимание, вот в этом году, в год огненной обезьяны, потому что очень многие люди подвержены такому заболеванию в сердечно-сосудистой системе, которые, в принципе, в том числе вызываются и излишним весом. Поэтому на еду, да, обращаем внимание, но на этом мы сейчас особо останавливаться не будем, этому мы делим особую тему, потому что здесь у меня тоже есть, что вам сказать и на что обратить внимание. Естественно, второе, вторую причину, которую всегда заявляют, это гиподинамия, да, то мы совсем не двигаемся, мы сидим постоянно, мы ездим на машине, мы сидим всегда у компьютера, у телевизора и так далее, да. Мы совсем забыли, когда мы гонялись за тем же мамонтом, да, наши предки, и были под жарой и стройной. Сегодня движения практически нулевые уже с детства, и это закладывается буквально с рождения, маленькое такое движение, естественно, чем, что тут удивляться, да. Но, тем не менее, что я вам здесь хочу сказать про движения. Вот я хожу в спортклуб и скажу вам, там много девушек разных размеров, занимаются спортом активно, ходят постоянно, регулярно на все тренировки. Но, тем не менее, вот есть, как вот были, да, вот есть такие стройняшечки, и есть вот что они и не делают, как они и не двигаются. И вроде как они первый пункт выполняют, да, вот связанный с тем, что они там какую-то диету придерживаются, там едят что-то такое правильное в кавычечках, да, плюс движение. Значит, здесь, если говорить о движении, то здесь тоже нужно какие-то вещи, наверное, корректировать, потому что, что полезно одному человеку, более эффективно будет, да, то совершенно не полезно другому человеку. И здесь об этом тоже мы поговорим более подробно на следующих наших встречах, потому что у меня тоже здесь есть что вам сказать. От движений много зависит, это одна из основных причин, да, лишнего веса. Но, тем не менее, здесь есть определенные нюансы, о которых мы с вами еще остановимся подробненько. Третье, на что хотелось бы обратить внимание, это режим дня. Я уже говорила на предыдущей встрече про этот режим дня, но, тем не менее, скажите, пожалуйста, дорогие мои, кто во сколько встает, а кто во сколько спать ложится. И, соответственно, те, кто рано встает, и те, кто встает в обед, или те, кто ложится рано, или кто-то засыпает под утро, у них совершенно разная возможность как похудеть, так и поправиться. Потому что есть определенные биоритмы. Мы, как часть природы, человек же, он часть природы, а не только царь природы, правильно? Поэтому мы, как часть природы, если придерживаемся ее ритмов, у нас многие проблемы, в том числе и связанные с лишним весом, отходят на второй план. И поэтому очень важно соблюдать режимные моменты, то есть в правильное время завтракать, в правильное время обедать, в правильное время ужинать, в правильное время вставать утром и в правильное время ложиться вечером. Это, оказывается, очень важно. Конечно, сегодня, если это слушают молодые люди, они могут сказать, ой, ну, столько всего в мире интересного, да я вроде, как говорится, мне хочется то, мне хочется это, мне спать некогда. В принципе, у меня всегда есть хватает сил, и мне, в общем-то, нет таких вопросов, остро там не стоит, и вообще вряд ли что-то от этого зависит. Да, дорогие мои, соглашусь со всей молодежью. Почему? Потому что у молодых еще совершенно другой организм. И если мы говорим о девушке 20 лет и о девушке 40 лет, то скажу вам, дорогие мои, здесь совершенно разные люди, совершенно разные, и причины походения или пополнения, да, у этих девушек совершенно разные. Поэтому режимные моменты, они касаются всех. Вот эта причина, она одна из причин большого такого списка, который ведет нас к увеличению веса. А на чем еще хотелось сказать? Хотелось заострить внимание на том, что мы очень часто не высыпаемся. То есть, особенно в периоды каких-то вот таких, вот что-то у нас на нас наваливается, например, вот бухгалтеры, например, у них теперь есть постоянный отчет, они знают, у меня мой бухгалтер, да, она звонишь, она говорит, ой, вчера в три ночи легла, встала в шесть утра там, потому что у нее несколько организаций там, отчет, тут отчет, тут куда-то новое что-то придумали, спать некогда. А получается, что? Невысыпание ведет к чему? К тому, что наша нервная система расслабляется. То есть, она дает сбой. И когда она дает сбой, что мы делать стараемся? Мы стараемся это заедать. И заедаем часто чем? Заедаем часто сладеньким. Сладеньким, вкусненьким, для того, чтобы гормоны радости, гормоны удовольствия, как говорится, захватили нас, чтобы мы немножечко друг по-другому посмотрели на тот же мир. Поэтому высыпаться и недосып, вот недосып, это тоже является одной из причин лишнего веса. Не выспался, значит, больше съел сладенького. Съел больше сладенького, значит, больше калорий. А так как мы не двигаемся, соответственно, мы еще больше полнеем. Правильно? Все взаимосвязано. Еще на чем хотелось бы обратить внимание. На таких вещах, о которых вообще мало кто знает, что это является, является, так сказать, стоит в списке причин лишнего веса. Скажу вам, есть такой враг на нашей кухне, у каждой женщины, или в каждом доме, это такой враг нашей фигуре, который называется микроволновка. Я думаю, что если вас спросить, вы каждый здесь поднимите руки и скажете, да, микроволновка есть, я ее активно пользуюсь, я разогреваю пищу, я даже готовлю какие-то кашки в ней, да, у меня здесь целая кулинарная книжка по готовке в микроволновке. Дорогие мои, микроволновка уже есть очень много исследований, является очень большим и злейшим врагом нашему организму. Пища, приготовленная в микроволновке, изменяет свою структуру и встает, знаете, по принципу пластмассы. Вы едите не еду, которую вы, например, вчера такую вкусненькую приготовили еще на плите, да, а вы едите пластмассовый суррогат. Что с вами происходит, когда в организм попадает вот это все? Я думаю, что здесь объяснять не надо. У нас происходят залежи, непонятно чего, которые там разлагаясь гниет и, так сказать, зашлаковывает наш организм. Поэтому сделайте для себя пунктик, как можно реже использовать микроволновку до того, чтобы вообще от нее отказаться, потому что микроволновка – это враг вашей фигуры. следующее, на какую причину хочу обратить внимание, это замороженные продукты. Да, друзья дорогие, я сама этим грешила. Я очень люблю зимой, например, всевозможные ягоды, там вот эти кабачки я морозила, чтобы, когда вот у мамы были большие урожаи, или пойдешь в лес, насобираешь ягод. Думаю, ну зачем варенье? Варенье – это вот варенье. Дай-ка я их лучше заморожу, эти ягоды, и потом буду свеженькие варить компотики, киселечки, в пирожок, класть свежие ягодки, да, оказывается, нельзя это особо-то делать. Замороженные продукты – это тоже враг вашему организму. Конкретно враг в фигуре. Об этом мы, конечно, более подробнее потом поговорим. Кто-то может принять это к сведению, кто-то может не принять это к сведению. Как говорится, у нас плюрализм мнений, да, и, соответственно, мое дело – донести до информации, до вас, а уже ваше дело – принять ее или не принять. Но, уверяю вас, с точки зрения китайской медицины и диетологии, замороженные продукты являются врагом вашей фигуре – раз, и врагом вашему организму – два. Чтобы об этом говорить, нужна особая большая тема. Сегодня я не буду на этом останавливаться, но вы возьмите себе это на вооружение. Итак, следующее, на что хотела обратить внимание, дорогие мои, питьевой режим. Иногда спросишь человека, сколько вы пьете воды? Они начинают перечислять. Я пью столько-то стаканов сока, у меня супчик, у меня кофе, у меня там кефирчик и т.д. Ребята, есть вода. Вода – это самое основное, что нужно нам, потому что мы, в принципе, на 70% состоим из воды. Вода участвует во всех обменных процессах, в том числе процессах. Вот эти обмены, если они нарушаются, в том числе задерживается больше, много всего нехорошего в организме, и мы пухнем. Ни одно кофе, ни один сок – это еда. Все, что не вода – это еда. Потому что в ней уже что-то растворено. Тот же чай, например, это не вода. Это чай. Это еда. Поэтому воды нужно выпивать от полутора до двух литров воды. Конечно, кто-то может сказать, у меня есть определенные проблемы со здоровьем, почками и т.д. Да, вы можете ограничивать, хотя об этом мы как-нибудь тоже поговорим, про здоровье. Но, тем не менее, ребята, если вы чувствуете себя более-менее нормально, здоровыми, полтора-два литра воды в день – это минимальная норма для того, чтобы вывести из организма все нехорошие вещества, и поддержать вот этот водный баланс в организме. Если его не хватает, соответственно, мы сохнем. Да, вы скажете, здорово, ест, я сохну, я худею. Нет, дорогие мои, сохнем, понимаете? Мы сохнем реально. То есть у нас появляются лишние морщины, чего нам, женщина, в принципе, совершенно не очень хочется иметь. Поэтому вода, водный режим обязательно должен присутствовать. Как пить воду? Самое лучшее, когда вы проснете, желательно, с пяти до семи утра, самое лучшее время для просыпания, вы нагреваете пол-литра воды и вот эту теплую, лучше немножко такую горячую воду вы выпиваете не спеша до семи утра. в этом интервале. Как раз это самое лучшее время, чтобы запустить работу желудка, чтобы помочь кишечнику вывести все не очень хорошее. А ведь это нам нужно, чтобы шлаки все не хранились в нашем теле, создавая лишние килограммы. И, естественно, следующая причина – это эксперименты над собой всевозможными диетами. Естественно, пока мы девушки молодые, нам там лет 20, 25, 30 и так далее, мы можем над собой экспериментировать. У нас еще есть много запасов природной генетической силы, но если нам уже за 40, часто лишний вес ставит результатом того, что когда-то мы бездумно использовали эти диеты. Поэтому вспомните, какие диеты вы использовали, чтобы понять, что нам сейчас делать для того, чтобы вот эту проблему лишнего веса решить сегодня, сегодня, когда вам уже далеко за 18 с плюсом. Поэтому ваши эксперименты с диетами, они тоже являются с возрастом причиной того, что вы начинаете набирать лишние килограммы. И все вот эти причины скажу вам, на каждый возраст влияют по-разному, как я уже это затронула. 20-летним это одно, 40-летним это другое. Вот когда говорят, например, как похудеть женщине после 40. Вот женщина 40 лет и женщина 43 года. Это совершенно разные женщины. Вот вроде разница минимальная, да? Три года всего. Но это совершенно разные подходы. Это совершенно разные способы поведения этого человека на вот эту весовую норму, к которой она стремится. Или вот это ее цель похудеть. Здесь нужны совершенно разные подходы. Именно об этом возрастных особенностях мы конкретно поговорим на нашей следующей встрече, которая состоится уже буквально скоро, дорогие мои. 10 мая, также 10.30 утра. Итак, на сегодня все. Мы с вами рассмотрели причины появления лишнего веса. Я думаю, что-то вы возьмете себе на вооружение. А более подробно о возрастных особенностях мы с вами поговорим 10 мая. Итак, всем пока-пока. С вами была я, Дина Орехова и канал Неизвестный Фэншуй. Пока. Фэншуй. Пока. Пока. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.